Уважаемые коллеги, я хочу сказать слова благодарности, потому что я по специальности не пульмонолог, я по специальности терапевт, и вторая специальность у меня ревматолог, и в республике очень активно действует направление уже сегодня не генной инженерно-биологической терапии, а таргетной терапии, потому что появились малые молекулы ревматологии, гастроэнтерологии. У нас 11 пациентов сегодня инициированы на терапию генной инженерными препаратами в кардиологии, это новое направление. А сегодня я представлю, может быть, даже не столько наши успехи, сколько те проблемы, с которыми сталкивается каждый регион, каждый специалист по организации помощи, по любым направлениям внутренних болезней, и в том числе пульмонологии. Кто не знает, Республика Карелия – очень небольшой регион, мы ваши соседи, 4 часа на машине, и вы уже в Республике Карелия, но, к большому сожалению, численность населения каждый год уменьшается официально, по официальным данным, на 20 тысяч. Из около миллиона, мы приблизительно, у нас было миллион в 90-е годы, сегодня 622 тысячи. Это не говоря о нелегальной миграции, в первую очередь молодежи, поэтому проблемы достаточно серьезные. Я представляю два учреждения, это наш медицинский институт многопрофильного университета и республиканскую больницу. И начну я с тех показателей, которые, если раньше мы обсуждали их раз в год, потом раз в полгода, теперь главные внештатные специалисты подадут эти показатели раз в три месяца, а спрашивают с нас каждый месяц, как будто за месяц может что-то существенно измениться при, скажем, отсутствии таких глобальных перспектив. Значит, динамика показателей смертности населения Республики Карелия от болезней органов дыхания. Вот мы зелененькие, синее – это северо-запад, и Российская Федерация. Мы анализируем, мы сравниваем с другими регионами, с другими регионами, и мне не совсем понятно, вот мы очень близки к Санкт-Петербургу, Калининградской области по показателями смертности, но почему-то вот у нас Мурманская область выдает показатели смертности на уровне Южных Республик. Вот что-то где-то опять в статистике не так. Мы проанализировали за шесть месяцев, у нас был некий рост, некий рост. Ну вот обратите внимание, вот у нас 57 смертностей на 100 тысяч населения, по Российской Федерации 45, и посмотрите, какие колебания идут. Самые высокие – Курганская, 97, ну почти 98 тысяч, и 5, и 5 – Ингушетия. И, наверное, когда специалисты проводят анализ, необходимо не только опираться на цифры, но выяснять, почему и как это происходит, и правильно ли шевруются, и правильно ли подаются данные. Что касается показателя смертности от пневмонии, это один из 19 показателей, которые ежемесячно спрашивают с нас организаторы здравоохранения, значит, есть ли Российская Федерация, он 19, то у нас 36. Значит, мы провели анализ летальности, что мы увидели в 2017 год, 2018 пока еще нет, значит, госпитализируются 80%. Почему я показываю эту цифру? Опять же, один из показателей, по которому мы отчитываемся, это количество госпитализированных, пациент госпитализированных с небольничной пневмонией. В Российской Федерации он должен быть не менее 85. Значит, по летальность остается невысокой, то есть госпитальная смертность. По ХОБЛ госпитализация, значит, вот здесь хочу обратить внимание, почти 50% госпитализированных с ХОБЛ из всех госпитализированных экстренно. То есть это, значит, то обострение, которое требует или нахождение больного в блоке интенсивной терапии или требует кислородотерапии. И по бронхиальной астме у нас увеличивается количество в последний 2017 и 2018 год, которые экстренно госпитализируются с астматическими статусами. Сейчас недавно только что с транспортом была доставлена пациентка, очень тяжелая, с района связана. Это в первую очередь в том, что в 2018 году, я думаю, что много вам известно, очень сложные процессы закупки. Изменил 44-й федеральный закон, и мы практически 8 месяцев по федеральной и региональной льготе жили без лекарственных препаратов. А наши пациенты не всегда понимают, что иногда, может быть, на какой-то период времени нужно потратить свои деньги. Вот обратите внимание, тоже будет доклад Галины Раисовны по пневмонии. Должно быть 85% госпитализированы. У нас покорили 62%. Нас за это ругают. Но обратите внимание, это центральные районные больницы. Где-то 100%. О чем это говорит? Это говорит о том, что нетяжелая пневмония, да, не диагностируется. То есть там нет специалистов, там нет региологического обследования. То есть они выздоравливают сами. Да, и есть регионы, где почему-то всего 10% госпитализируются. Мы пробовали, анализировали, но я дальше покажу, что мы получили. Значит, я уже сказала, что 62% по сравнению с 85% необходимым, но в стационарах из всех умерших умерло только 56%. То есть почти чуть меньше половины пациентов погибают от пневмонии на дому. И сразу возникает вопрос, почему? Почему их не госпитализировали? И пневмония ли это была? И пневмония ли это была? Значит, когда мы стали анализировать с главным нашим пульмонологом все случаи смертности от пневмонии, значит, что мы увидели? Мы увидели, что все, кто погиб в 2017 и за 6 месяцев 2018 года, не были вакцинированы. Да, не были вакцинированы против гриппа. И если были показания, то не были госпитализированы антипневмококковыми вакцинами. Роста летальности, именно госпитальной летальности, не наблюдается. Если пациент поступает, то, в общем-то, помощь оказывается та, которая необходима. Да, и когда с 2018 года у нас в больнице скорой медицинской помощи обязательно стала вскрывать всех пациентов, у кого основной диагноз идет вне больничной пневмонии, оказалось, что в большинстве случаев пневмонии там не было. Это была тела, это были опухоли. И самое главное большое, это были пациенты пожилого возраста, кардиологической патологии, с сердечной, декомпенсацией сердечной недостаточности. Что мы сделали? Ну, это документы, которые вам всем хорошо известны. Мы в июне, 29 июня подписали приказ Минздрава об организации оказания медицинской помощи пациентам с вне больничной пневмонией. Естественно, за основу мы взяли рекомендации, я не буду их дублировать. Что мы там прописали? Мы прописали очень четко, какие пациенты должны лечиться амбулаторно, какие пациенты, исходя из тяжести, коморбидной патологии и так далее, и так далее. Значит, какие пациенты должны госпитализироваться в центральную районную больницу на уровне первичной помощи, пациенты с тяжелым, особенно требующей реанимационной помощи, пациенты с коморбидной патологией, это межрайонные крупные больницы, где есть круглосуточная работа кардиолога, где есть круглосуточный компьютерный томограф, неврологи. И это сценарии, которые напрямую связаны непосредственно уже с больницей скорой медицинской помощи и с нами, с республиканской больницей. Ввели обязательность правильного рентгеновического обследования. Еще раз подчеркнули очень жестко основные положения антимикробной терапии, не только рациональность, но и быстрота назначения, потому что при анализе мы видим, пациент поступил утром с тяжелой пневмонией, антибиотики начались к вечеру, пациент поступил вечером, антибиотики только пошли утром, потому что старшая сестра не позаботилась, не получила, да не получила, и не назначили в тот момент, а только тогда, когда положено по мнению медсестер. Мы разработали алгоритм действия на амбаторном этапе, мы ввели приказами Медздрава чек-листы для врача первичного звена, для врача скорой медицинской помощи и для врача приемного покоя, чтобы быстро решить, потому что, к сожалению, когда анализируешь историю болезни, то, чего нужно для оценки степени тяжести, в истории болезни нет. Маршрутизацию и диспансерное наблюдение. Мы рекомендовали создание таких приказов по лечебным учреждениям, чтобы был внутренний приказ, ну и строгий контроль. Значит, те основные нарушения, которые мы постоянно выявляем у больных с органами дыхания. Недооценка тяжести пациента и, соответственно, временная госпитализация и фотоснар или блок интенсивной терапии. Ринологическое исследование. Неправильная формулировка диагноза и, может быть, даже не столько по пневмонии. Здесь мы обучили наших врачей-терапевтов, сколько на коморбидный фон. То есть куда-то ушел сахарный диабет, куда-то ушла тяжелая кардиологическая патология. Много пациентов на таргетной терапии. Это и онко- и ревматологические пациенты. А это очень важно сегодня для стартовой терапии. Значит, нерациональная антибактериальная терапия. Я уже об этом сказала. К сожалению, это связано и с закупками, и с невысокой грамотностью в ряде регионов. Мы четко знаем, где. Ну и самая большая проблема – это, опять же, 44-й федеральный закон. Мы покупаем, ну, по-моему, можно дешевле, но уже некуда. А для тяжелой пневмонии это очень серьезный вопрос. И очень часто приходится переводить пациентов на второй уровень терапии через 48 часов. И самое главное – использовать оригинальные резервные препараты, что тоже не есть хорошо. Я уже сказала, что недооценка тяжести. Несвоевременный перевод на ИВЛ. Здесь есть и грех наших коллег-креаниматологов. Они отказываются вовремя брать пациентов. Я говорю о районных больницах. Я не говорю о республиканской больнице или больнице скорой медицинской помощи. У нас, к сожалению, в районах нет газового состава артериальной крови. В случае летального исхода не проходят вскрытия. И вскрытия не проходят умерших на дому. Особенно есть какой-то фон. Вот с этим мы сейчас начали бороться. И с 2018 года у нас уже совсем другие результаты по смерти от внебольничных пневмоний. После выписки нет рекомендации по вакцинопрофилактике. Значит, мы предлагаем меры по снижению. И я расскажу, как мы пытаемся их реализовать. Первая вакцина – профилактика пневмококковая инфекция. Понятно, это не только больные с ХОБЛ. Это должны быть все пациенты старше 65 лет или наличие коморбидной патологии. Но все упирается опять в финансы. На 2018 год у нас всего было закупано 275 вакцин. Это только для больных с ХОБЛ. Только для больных с ХОБЛ. Я не беру призывников. Там отдельная программа. Там все гораздо более благополучно. Ну и очень большая проблема. Сегодня, опять же, направлено все действия на кардиологию и на онкологию. И на онкологию. И о том, что в центральных районных больницах, в ряде поликлиник, нет нормальной диагностики, нет нормальной спирометрии. Проведение небулайзерной терапии. В общем-то, к сожалению, сегодня мало кого беспокоит. По вакцинации мы посчитали. У нас 3600 человек с ХОБЛ и 91 пациент старше 65 лет. Ну, посчитайте, умножьте даже на 2000. Какие это деньги? Ну, здесь дело не только в финансировании. Дело в поэтапности. В этом году нам одобрили заявку на 5000 пациентов. Мы не будем их делить на ХОБЛ или пациентов старшей возрастной группы. Мы будем все, кто придет в поликлинику, вакцинировать. А потом смотреть. Тесно, пульмонологи рекомендуют это сделать обязательно. По коллегии. Ну, смертность она и так обязательно. Патологиономическое исследование. Анализ поздних госпитализаций и низкий процент госпитализации. Разработка мер. Дальше. Мы разрабатываем маршруты, протоколы. Я потом поговорю. Мы очень активно работаем не только по социально значимым заболеваниям, но и по редким заболеваниям. У нас есть протоколы для пациентов с легочной артериальной гипертензией. Протоколы по едебатическую ручную фиброзу. И сейчас готовим протокол по хронической крапивности, чтобы мы видели, понимали. Эти пациенты наблюдались только в экспертном центре. Проведение спирометрии. Опять же, доктора-пульмонологи, обратите внимание, программа диспансеризации. Шкала СКОЭ, холестерин, сахар. И совсем, опять же, забывают о том, что необходимо раннее выявление больных с хронической абстрактивной болезнью легких. Поэтому на сегодняшний день мы вместе с нашим центром профилактики, он у нас очень активный, такой задорный, на энтузиазме работает. Мы выезжаем со студентами 5-6 курса в районы. И ребята проводят анкетирование на другие заболевания, в том числе и на ХОБЛ. И куратор, который едет с ним, он сотрудник нашей больницы и нашей кафедры, он дает направление планово в респираторный центр, чтобы пациент с удаленного района мог подтвердить или опровернуть диагноз, и получить адекватную терапию. Потому что, к сожалению, очень сложно врачам первичного звена, особенно в районах, работать по астме и ХОБЛ. Что касается лекарственного обеспечения. С 2012 года у нас работает программа. Это не федеральные льготники, это региональные льготники для всех пациентов астмы и ХОБЛ. У нас разработаны индикаторы, и, к счастью, финансирование позволяет эту программу продолжить на 2019 и 2020 год. В чем суть и особенности программы? Мы очень жестко контролируем, и, к счастью, у нас в республике Министерство здравоохранения все программы отдает на откуп главным специалистам. Выделяется определенное финансирование. Главный аналог говорит, что у него столько-то денег. Пожалуйста, препараты одобрены формулярной комиссией, вывешены открыто на сайте как территориальный перечень. Естественно, денег не хватает на всех. Мы стараемся проводить такую работу, что это меры соцподдержки, что это помощь. Хотя бы 6-8 месяцев пациент будет обеспечен лекарственными препаратами. Только препараты, влияющие на прогноз. У нас нет в программах ни федеральной льготы, особенно в региональной льготе, нет короткодействующих препаратов. Мы сделали акцент на длительно действующие бронхолинолитики, ингаляционные глюкортикоидные и уже таргетная терапия. Мы собираемся раз в год и обсуждаем программу на следующий год. И не всегда это препараты, которые входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Так, комбинацию ультибра и спиолта мы включили до их попадания, и наши пациенты стали бесплатно их получать. Очень четко, это уже благодаря нашему Минздраву, разработана программа. То есть есть приказ, есть человек в поликлинике, кто отвечает за регистр. Если пациент не попал в регистр МИАЦ, то он не может получить, чтобы было видно и понятно, сколько пациентов, какие это пациенты. Ну вот буквально несколько слов. Если говорить о пациентах с хронической абструктивной болезнью легких, то, к счастью, когда мы проанализировали 2017 год, у нас там оказались пациенты со второй степенью поголд. То есть как раз те, кого нужно лечить. Или моно, или комбинированной бронхотилизационной терапией. И это пациенты, естественно, раз они пришли, раз они оказались в поле зрения врача, это пациенты с выраженными клиническими проявлениями. И сегодня эти пациенты сразу инициируются или на комбинированную терапию, или на монотерапию. Если монотерапия оказывается неэффективна, то быстро очень пересматривается, мы постарались научить людей, принимающих в поликлинике, вот самому примитивному фенотипированию, где должна идти терапия, двойная бронхотилизатирующая, миметик с холинолитиками, а где фенотип, требующий ингаляционной глюкокортикоидной терапии. Значит, пациенты получат, вот опять же анализ, льгота работает, ну где-то, наверное, года 14-го, похоже, мы увидели, что те пациенты, которые привержены, да еще и отказались от курения, риск госпитализации и обострений достоверно снизился, что, в общем-то, соответствует проблеме легкой астмы. Обсуждались в прошлом году на экспертном совете, у нас, наверное, так же, как и везде, да, интермитирующая астма резко, редко обращаются, как правило, это только призывники, когда идут экспертные вопросы. Естественно, они не вносятся в республиканский регистр, если нет потребностей в терапии, не наблюдаются, самостоятельно используют, и мы видим то, к чему это приводит. Это приводит или обострение, или контакт с аллергеном достаточно к тяжелым ситуациям у молодых, в общем-то, пациентов с легкой бронхиальной астмой. Ну и пациенты, врачи первичного звена, еще одна проблема, не определяют степень тяжести бронхиальной астмы, несмотря на обучение, несмотря на занятия. Они, как правило, переписывают из предыдущих записей. И вообще вот эта проблема диагноза и проблема динамического наблюдения, даже у пульмонологов первичного звена такое есть. Просто переписали диагноз, выписали препарат или написали, что все хорошо, без оценки шкал. Оценки шкал, оценки и для астмы, и для хоба у нас обязательно используют пульмонологи в стационарах и прогрессивные молодые пульмонологи в поликлиниках. Потихонечку перешли, и врачи, с учетом работы бережливой поликлиники, главные врачи очень довольны, что, в общем-то, это проводится. Буквально пару слов о федеральной льготе. Вы видите сумму для федерального льготника. Вы знаете, сколько у вас пациентов вообще в стране отказалось, предпочтя те деньги, которые есть. И вот та ситуация, которая у нас возникла, с 2017 года, мы, честно скажу, мы не сопротивлялись, мы очень боялись перехода с оригинальных препаратов на биоаналоги, а это биоаналоги, это не генерическая замена, и биоаналог всегда требует подтверждения эффективности, безопасности, очень часто иммуногенности, подтверждения иммуногенности. Но вот с 2017 года три препарата, которые мы закупаем, они компании «Натива», «Натива» в рамках 44-го федерального закона. Мы, как бы, зная о том, что возможны побочные эффекты, возможно, неэффективность, собрали всех клинических фармакологов, у нас в поликлиниках работают клинические фармакологи и пульмонологи, и попросили их давать не только побочные эффекты, когда принято, но и неэффективность. Естественно, мы столкнулись, что у ряда пациентов оказалось неэффективно, и ряд пациентов отказались, потому что пациент привержен какому-то торговому наименованию, даже без того, чтобы они пробовали. Есть проблемы, но вот больших проблем мы не увидели. И знаете, мне кажется, почему мы вообще мало видим проблем? Потому что наши пациенты очень не привержены к терапии, особенно если это не настоящая тяжелая астма. Если вот есть время, мы идем со студентами, с ординаторами на обход и начинаем спрашивать, что пациент принимает и как часто. Вы знаете, вытаскивается мешок препаратов, и пациент не может четко показать, что, а уж два раза в день, два раза в день, по два вдоха – это крайняя редкость. Поэтому вот эта проблема пульмонологии, в отличие от кардиологов, других специальностей, там таблетки или инъекции. У пульмонологов самые сложные для использования основные препараты. Мне понравилось очень это исследование, хотя бы я с ним поспорила, почему заменяют. Мне кажется, что это исследование проводилось с четко выбрать ответ, выбрать ответ. Если провести в реальной практике и не дать выбор ответа, а попросить человека самого написать ответ, увидели бы очень много интересного, но, к сожалению, проблем вообще как по принципу замены на биоаналоги. Биоаналог должен заменять, оригинальный препарат заменять только в случае согласия пациента. Международные рекомендации по биоаналогам. Мы столкнемся с этим. Пока, к счастью, мы еще не работали генно-изжирными препаратами, кроме КСАЛАРа в России, но в ревматологии сегодня уже биоаналоги есть, в онкологии уже биоаналоги есть. И, к сожалению, у нас волевым решением это принимается. Но, тем не менее, мы работаем, работаем уже препаратами компании НАТИВА и пациенты, с точки зрения обучения, и многие пациенты, многие пациенты, в общем-то, особенно, кто первично пошел, пошли. Но, опять же, это должен быть очень жесткий контроль. И, конечно, здесь нужна медсестра, которая научит, обучит, расскажет и оценит эффективность. Если мы четко можем написать, что препарат, да, неэффективен, мы можем и через ВК заменить на другой препарат. Но это сложный вопрос, и кто этим должен заниматься, остается. Далее. У нас создан регистр по саркоидозу. Регистр по саркоидозу ведет заведующий центром респираторным. У него написана кандидатская диссертация. Проведены очень интересные генетические исследования. Но самое главное, что больные с саркоидозом наблюдаются у одного человека. Опять же, поймите, маленькая республика Карелия. У нас созданы регистры больных легочной артериальной гипертензии и хронической тромбоэболической легочной гипертензии. С этого года мы начинаем вести наш молодой аллерголог-пульмонолог хронической крапивницы и хотим посмотреть данные по коморбидности, по дефициту витамина D. Очень интересный должен быть проект, если все у нас получится. Регистры мы создаем на базе медицинского института. Нам помогают наши айтишники по нашей просьбе. Так как эти пациенты наблюдаются в специализированном центре, юридически это возможно, в отличие от регистров, с которыми проблема вообще в Российской Федерации. Ну и, естественно, у нас российские регистры. И вот если говорить еще о плюсе, когда мы закупили биоаналоги, генерические компании «Натива», у нас освободились деньги. У нас освободились деньги. И это позволило использовать это деньги при хронической крапивнице на таргетную терапию. И самое главное, сегодня у нас два пациента с верифицированным гипотеческлерозным эфемброзом получают таргетную терапию, что, в общем-то, для Республики Карелия неплохо. Вот на примере легочной гипертензии, как мы занимаемся. Регистр, пациенты с подтвержденным лак и ХТЛГ, 18 человек, протокол, диагностика, маршрутизация, направление в экспертный центр, это центр Алмазова в нашей больнице. Сделаны протоколы для первичного звена, как обследовать до нашего этапа, что исключить, исключить другие причины легочной гипертензии, куда пациенты госпитализируются, и наши пульмонологи взяли на себя ХТЛГ, координатор, врач, кардиолог. Мы сами выполняем катеризацию. Все 18 пациентов, обратите внимание, у нас получают таргетную лак-специфическую терапию, в том числе и комбинированную в рамках адресной помощи и орфанной, если это идиопатический лак. И все пациенты обсуждаются с референтным центром, или пациенты направляются, или пациенты заочно консультируются в виде таких с центром. И раз в 3 месяца эти пациенты осматриваются врачом-кардиологом, они направляют свои данные, приводят свои данные, и раз в 3 месяца решается вопрос о смене терапии или направлении на додиагностику или речения. Вот те препараты, которые у нас есть, силдонфин, базентан, мотоцинтан, два человека, риоцогуа, силунофил, и лапрост. Большая часть этих пациентов, это тяжелые пациенты, идут на комбинированную терапию, и у нас сегодня есть 3 пациента, которые прооперированы по поводу ХТЛГ, 2 в Алмазовском центре и 1 в Новосибирске в центре Мишалкина. Регистриб больных с саркоидозом, 73 человека на 100 тысяч населения, это верифицированный саркоидоз, морфологически подтвержденный, опять же, наблюдаются, и вот должна быть в следующем году защищена кандидатская диссертация, это, еще раз хочу сказать, не сотрудник кафедры, это заведующий респираторным центром, практический доктор, который сделал. Мы помогали только генетическое исследование в рамках нашей академии, не медицинской, а большой академии, и мы помогали по созданию регистра электронной базы. Последние у меня слайды. Это наша совместная работа с центром профилактики. И опять, обратите внимание, при диспансеризации выявлено болезни органов дыхания только 1,3. То есть, врачи первичного звена не настроены, да, вот в рамках тех нормативных документов на выявление в первую очередь Хобл. Ну, сасмой пациент придет, и то не всегда. А больные с Хобл приходят к нам третья, четвертая, в общем-то, на финале, и диспансеризация здесь мало чем помогает. Профилактика, табака, курение, все здесь разработано, есть официальные все сайты, мы с Санкт-Петербургом активно работаем, но опять же результаты. Обратите внимание, 17-й год, 16-й год, прошу прощения, 1300 человек обратилось в кабинеты профилактики, да, и только 4% отказалось от табакокурения. Да, к сожалению, к сожалению, это и недостаток нашей работы, потому что не хватает сил и возможностей, и это отношение наших пациентов, даже придя платно, даже закупив, в общем-то, лекарственные препараты. Активно мы работаем по вакцинациям, по вакцинациям, опять же, с Центром профилактики, мы вакцинацию проводим в крупных торговых центрах, специальные кабинеты сделаны и выездные. Мы в прошлого года ввели очень интересное мероприятие, итоги года в респираторной медицине. Наш главный пульмонолог докладывает то, что произошло на уровне мировой пульмонологии, это достижения и рекомендации американского таракального общества, это респираторные, наши респираторные, это коморбидные, какие препараты появились, какая прессия, и мы принимаем такую некую программу. Еще раз сказал, что протоколы у нас сегодня уже разработаны, ведение регистров социально значимых заболеваний хотя бы на уровне МИАЦа, хотя бы то, что есть, ведение регистров орфанных заболеваний пульмонологического профиля, это у нас сделано, но муковисцинозом занимаются педиатры, маршрутизация, и сегодня наши пациенты для подтверждения легочного фиброза уезжают в ЦЕНК Михаилу Михайловичу для подтверждения, раз вопрос идет о финансовой стороне вопроса, то должна быть не просто так диагноз. И мы также разработали протокол и для нашего стационара республиканской больницы, то есть больницы третьего уровня, и для первичного взгляда каких пациентов направлять к нам, что нужно исключить, что нужно посмотреть. У нас хорошо развито телекоммуникационные взаимодействия с федеральными клиниками и ЛПУ. Мы сегодня, ну, компьютерные томограммы нам пересылают, наши специалисты смотрят, а специалистов мы обучаем и по диапатическому ручной фиброзу, и по легочной гипертензии, и по ХТЛГ в федеральных клиниках и дают рекомендации, что делать дальше, направлять или не направлять. И работает это 24 часа, потому что есть в СОИС-Центре, есть ОНМК. Значит, анкетирование, я уже сказала, в период диспансеризации пока на уровне студенческой программы. Профилактика, это на нас главным пульмонологом. Маршрутизацию мы разработали, сейчас уже будем ее проверять, по аналогии с острым коронарным синдромом, по пневмониям. Разработка и внедрение в церковь программе по оксигенотерапии, это, к сожалению, очень большой вопрос, и не только финансовый, но и организационный. Нас вроде поддержало законодательное собрание, но есть некие организационные вопросы, чтобы пациенты могли бесплатно это все использовать. Обучение мы проводим с нашими пульмонологами и санкт-петербургскими медицинскими вузами. И вот тоже одна из проблем, это проведение школ для пациентов в рамках ОМС. И последний мой слайд, это как раз прошлый год, канун католического Рождества, наше собрание по итогам респираторной медицины. Мы абсолютно не умеющие рисовать, писать вместе с профессиональными художниками. Это наши пульмонологи. Пульмонологи написали вот четыре такие картины, они висят у нас в отделении. Это нарисовало старшее поколение связи с землей. А вот это наши молодые пульмонологи. Когда мы спросили, кто это, они сказали, что это пульмонологи на уровне Голд и Джина и других рекомендаций, а это терапевты и врачи общей практики, которых, к сожалению, мы должны подтягивать. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова